Рад приветствовать на канале Криптон, с вами Саня, и это уже 15 выпуск рубрики Криптосхемы, где мы совместно зарабатываем на актуальных темках из мира крипты. Сегодня мы подведем промежуточные итоги по тому, сколько можно было заработать на событиях из прошлых выпусков, пройдемся по апдейтам от уже знакомых нам проектов, а также... Поторгуем с плечами на площадке Макс в тестовой сети Scroll. Погрузимся в экосистему Арбитрум с помощью приключений от Трейдер Джо. Обсудим, стоит ли участвовать в предстоящем токенсе или Pine Protocol на Impossible Finance. Заряжайтесь на работу! Поехали! Итак, неделю назад мы выставили опрос на тему того, сколько удалось заработать зрителям на событиях из рубрики Криптосхемы, и цифры показали, что лишь каждый четвертый смог заработать хоть что-то. А какого хрена? Давайте разбираться, все ли так плохо с этой рубрикой. Для начала важно понимать, что выпуски выходят всего лишь один раз в неделю. При этом процесс написания, сценария, съемка и монтаж занимают у меня целый день. Часто бывает такое, что я нахожу события, которые актуальны буквально несколько дней. Как вот, например, кампания с раздачей токенов от проекта SupraOracles, которую в начале недели обузили все, кому не лень. Но на момент записи или выхода ролика такие события уже заканчиваются, что сильно связывает мне руки. По той же причине я часто акцентирую внимание на том, чтобы вы сами следили за апдейтами от проектов, где мы проявили активность. Случаи, когда удается получить дроп за одноразовое действие, крайне редки. И моя задача заключается в том, чтобы не только ознакомить вас с проектом и дать ряд начальных активностей, но и привить вам привычку самостоятельно погружаться в проект и дорабатывать события до момента получения прибыли. Великолепный план. Что же, погнали пройдемся по проектам, которые уже давали возможность заработать. Первый проект AltLayer. Первое упоминание проекта было еще в июле, когда криптосхемы формально криптосхемами еще не были. Поэтому профит с AltLayer мы запишем заочно. Все сливки сняли те, кому летом удалось совершенно бесплатно сментить данный OG NFT, минимальная цена на который сейчас составляет 2000 долларов. Вдобавок, холдерам данного NFT снова-таки бесплатно выдали NFT с изображением выдры. Минимальная цена 500 долларов. Если сментить выдру не удалось моим знакомым с супер быстрыми руками, то OG NFT сумел сментить даже я. Данные NFT я держу и по сегодняшний день. Но зафиксировав их прямо сейчас, я бы имел 2500 долларов на руках. Второй проект Chainhop. Данные NFT, которые мы собирали из трех фрагментов в первом выпуске криптосхем, сейчас стоят 20 долларов. NFT могли получить буквально все, у кого было 200 долларов на руках, из которых 1 доллар ушел на комиссии за обмены. У проекта все еще нет токена, поэтому я продолжаю пользоваться площадкой и держу NFT в надежде на ретро-дроп. Во втором выпуске криптосхем мы делали активности в сети Аптос, одна из которых заключалась во взаимодействии с мостом на площадке Pontum Network. Команда сделала снэпшот пользователей моста и рандомно выбрала 1000 участников, которые смогли сментить NFT пирата, которые сейчас торгуются по 425 долларов. В этом случае сказать каждый язык не поворачивается. Но я нашел себя в списке победителей и на момент записи этого ролика воспользовался высокой ценой на монету Аптос и продал своего пирата. В пятом выпуске криптосхем мы начали свое взаимодействие с проектом ARPID, где имели возможность бесплатно лутать NFT за простые действия. Итого, собрав все шесть NFT за компанию и продав их, можно заиметь 30 долларов. Здесь стоит уточнить, что для NFT за первый и пятый эпизоды требовалось владеть и NES доменом, и NFT за первую неделю арбитрум Одиссеев. Но даже откинув их, буквально каждый мог сделать ретвит, зайти на Ама-сессию и наклепать мемов на много аккаунтов, чтобы фиксировать по 20 долларов на аккаунты. Доказательством тому являются комментарии под нашим опросом. В восьмом выпуске криптосхем мы познакомились с площадкой The Quest, на которой можно в игровой форме погрузиться в геймфай-сектор, при этом зарабатывая награды. Площадка позволяет даже без затрат зарабатывать опыт, за который можно покупать билеты на участие в розыгрышах токенов, NFT, игровых девайсов и многого другого. Ссылаясь на тот же комментарий трудоголика в вопросе, можно утверждать, что площадка платит. Ведь данному парню повезло вывести целых 600 долларов из одного из таких розыгрышей. Не стоит также и забывать о площадке Layer 3, на которой временами проскакивают задания с очень вкусными денежными призами. Одним из таких является квест от площадки Boardroom, где за холд и делегирование токенов OP выдавали 30 токенов OP, что по нынешнему курсу составляет 70 долларов. Мультякеры, состоящие в Криптон Прайме, хвастались, что им удалось вывести более тысячи токенов с этого квеста. И причиной, почему я вспомнил об этой раздаче, является то, что они додержали полученные токены до роста OP к отметке в более чем 2 доллара, и буквально на днях делились окончательными результатами в чатике. Наконец, одиннадцатый выпуск Криптосхемы, в котором речь шла о мероприятии от проекта CyberConnect. За посещение АМАССЕСИ и коллекционирование ВЕСТ токенов можно было выиграть Мистери Бокс стоимостью в 270 долларов. При открытии Мистери Бокса с него могут выпасть 3 типа шардов. Серебряный ценой в 215 долларов, Золотой ценой в 290 долларов и Вулканический ценой в 500 долларов. Очень похоже на то, что за владение шардами в будущем будет насыпан дроп токенов. Поэтому я пока что обдумываю свои действия, и бокса еще даже не вскрывал. Опять же, это не история, где каждый мог. Но кто смог, того поздравляю со вкусным профитом. Итого, если учесть прибыль, которую я получил на свой основной кошелек, с которого делаю все активности для рубрики Криптосхемы, получится 3035 долларов. Большинство из событий я мультил, поэтому фактически цифра получается на порядок больше. Отвечая наперед потенциальным хейтерам в комментариях, я могу без каких-либо проблем отчитываться о каждом из вышеизложенных профитов он чейн. Да, где-то мне удача действительно улыбнулась, где-то нет, но на этом и строится вся суть заработка в Крипте. Увеличивая количество аккаунтов, с которых мы прорабатываем события и увеличивая количество непосредственно событий, мы математически увеличиваем свои шансы на получение прибыли и на ее размер. На этом у меня все. Переходим к сегодняшним событиям. В честь партнерства Ziki и Sink с сервисом доменных имен Unstoppable Domains пользователи с прокачанным твиттером могут бесплатно получить домен. По слухам, под прокачанным твиттером имеется в виду аккаунт возрастом в полгода и более, имеющий около 10 подписчиков и примерно столько же твитов. Наиболее простой способ проверить — зайти и проверить, даст ли смитить домен. Раунд донатов в сети Оптимизм, который должен был стать четвертым раундом, был отменен. Следственно, текущий альфа-раунд станет финальным в рамках серии тестовых гиткоин-раундов. К слову, кто решил задонатить проекту Ленстер, по моей рекомендации, не забудьте присоединиться к дискорд-серверу проекта, где вам будет выдана роль за донат. Если вы получили NFT за выполнение квеста от Клипера в рамках ряда квестов от Оптимизм до 15 декабря, то в их приложении вас ждет приятный бонус в виде 5 токенов Опт. Вот так вот понемногу отбиваем затраты на выполнение квестов уже сейчас. The Quest совместно с игрой League of Kingdoms проводит крутую глим-компанию, в ходе которой есть возможность выиграть один из 20 драгомистерий боксов. Минимальная цена на самого простого дракончика составляет 150 долларов, а с боксов могут выпасть вещички поприятнее. Простейшие задания в соцсетях. Обязательно участвуем, у кого есть возможность. Миним. В честь китайского нового года Alt Layer раздает памятные значки. Среди заданий взаимодействие с твиттером проекта, необходимость владения Galaxy паспортом, то есть нужно пройти KYC процедуру и правильно ответить на вопросы из гугл-форумы. Верные ответы на вопросы вы можете видеть перед собой на экране. Ссылочки на гугл-форуму и прохождение KYC процедуры вы найдете в описании. Снэпшот тех, кто верно ответил на все вопросы, делают приблизительно раз в сутки. Поэтому выполняем все задания и через день возвращаемся на страницу Galaxy, дабы забрать памятный значок. Ну а мы переходим к сегодняшним событиям. Первым из которых станет тестирование площадки для децентрализованной торговли Max в сети Scroll. В прошлом выпуске мы обсуждали то, что команда Scroll делает ресет сети, ввиду чего мы переустановили тестовые сети. Для тех, кто не смотрел предыдущий выпуск, я оставлю ссылку на него в описании с соответствующим тайм-кодом, чтобы и вы были готовы к работе со Scroll. Для старта запрашиваем тестовые токены. Затем топаем на мост и отправляем в сеть Scroll, L2, ETH и USDC. Где-то через минуты две средства поступят в L2-сеть, после чего мы успешно начинаем тыкать кнопки и делать вид, что являемся экспертами в торговле. Становимся в короткую или долгую позицию, выбираем разные типы ордеров и играемся с плечами. В общем, тыкаем как можно больше кнопок в поиске возможных багов. Далее переходим в раздел добавления ликвидности и покупаем данный токен. Покупка этого токена означает добавление ликвидности. Так вот все просто. Это все, что мы можем поделать на сейчас. Не забываем время от времени возвращаться к Max, чтобы открыть и закрыть несколько сделок. То, что известные протоколы начали уже тестить свой функционал в сети Scroll очень позитивный звоночек. Второе сегодняшнее событие позволит нам в интерактивной форме поработать с проектами из сети Arbitrum. Трейдер Джо запускает Arbitrum приключений с розыгрышем 15 тысяч долларов и лимитированных NFT, позволив участникам повзаимодействовать с 30-ю экосистемными проектами. Компания пройдет в три фазы, первая из которых началась вчера. К сожалению, на момент записи видео первая фаза еще не началась, поэтому я покажу активности, которые стоит сделать в качестве подготовки к ивенту. Первым делом вступаем в дискорд-сервер Trader Joe. В дискорде находим канал Arbitrum Adventure. Скролим в самый верх и жмем Acquire Roll. Затем, если не подписаны, то подписываемся на твиттер-страницу Trader Joe и Joe Packs. После этих действий нам откроется доступ к минулому трех нужных нам NFT. После минулого NFT переходим на страницу гильдии проекта Trader Joe и удостоверяемся, что нам доступны роли Quest Adventurer и Arbitrum Adventurer. На пасажок делаем задания на площадке Crew 3. Некоторые достаточно будет просто прокликать. На этом подготовительная фаза закончена. Рекомендую каждому следить за соцсетями Trader Joe и обязательно делать ончейн задания с началом первой фазы. Основной акцент в этой истории мы ставим на работу с сетью Arbitrum, нежели на сбор ролей в дискорде. Напоследок очень коротко обсудим предстоящий токен сейл проекта Pine Protocol на площадке Impossible Finance. Сходу скажу, что локацию на сейл традиционно можно получить выполнив задание на площадке Gleam. Займет это несколько минут. Но поторопитесь, форма закроется буквально завтра. Почему мы в принципе обсуждаем этот сейл? Дело в том, что по моему мнению этот сейл очень напрасно недооценен. Проект для своего уровня имеет весьма неплохой твиттер-скор. На страничку подписано достаточное количество твиттер-дегенов. Перед тем, как проводить токен сейл, проект функционировал в мейнете год, за который успел добиться цифры в 1 миллион совокупной золоченной стоимости. А что мне понравилось больше всего, так это токеномика. 100% токенов с публичного сейла будут сразу же доступны к продаже. 95% циркулирующего предложения в первый день это токены, приобретенные на публичном сайте. А в долларах начальная капитализация составит всего 280 тысяч. Если в этом ресерче нам не соврали, то лично я буду выкупать максимальную сумму аллокаций, которую получу. Разумеется, это не финансовый совет. Ну а на этом у меня все. Извиняюсь, что ролик получился на порядок для необычного, но может вам так даже больше нравится. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, если не хотите пропустить еще больше крутых криптосхем. С вами был Саня, до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok